Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Преподобного Федосия Великого Общи Жития Начальника и Всех Святых Помилуйте и спасите нас, якобы на причинах любви Благодати всей Бога, просите и помилуйте всех нас Боже на Субтитры создавал DimaTorzok Создавая Господь и Божьей Господь, помилуйте всем вечно Господи, Иисус Резисе Божий, помилуй нас Аминь Священная книга христиан Святая Библия не всегда была в 77 книг Сегодня дают протестанты 66 книг, 11 книг отбрасывают Но и сама Церковь Христова устанавливала канон книг не сразу Мы привыкли, что есть 4 Евангелия А их более 12 было Фомы, Евреи, Василийской Но Церковь именно так установила Почему? Есть такое предание, что помолились святые мужи и все Евангелия положили на престоле И опечатали алтарь, утром пришли 4 Евангелия на престоле, а остальные лежат на полу Вот есть одна книга в Святой Библии, которую долго не могли признать священной Это Апокалипсис Проходит год, два десятилетия, столетия проходят Уже установился полный канон церковных книг А откровения все еще не входят в книги Священного Писания Не могут понять, от Бога эта книга или не от Бога Сколько там таинств, непонятного О каких-то событиях, какие-то кони, воскреши Страшные катаклизмы ведут на мир Когда будет? И наконец эту книгу признали священной Но в церкви ни по Риме, ни проповеди святые отцы не говорят Зато он снежной проповеди не сказал на эту книгу Она считает из толкования архиепископа Андрея Кесарии Попадокийской Сегодня эта книга в канон Библии входит Разбита на главы На главы разбивали и на стихи неправославные Католики Кардинал Хьюга, а потом французский библиотекарь Мы этим пользуемся Очень удобно искать И вот в 20 главе, в 4 стихе говорится совершенно необычно И нигде больше в Библии не упоминается Блаженный святый, имеющий участие В воскресении первым Над ним смерть вторая не имеет силы Какое первое воскресение, когда мы всеобщим? Господь говорит На поле пшеницы и плевел Оставьте расти вместе До жатвы Жатва кончина века И пошлет ангелов И соберут прежний плевел Свяжут связки и сожгут огнем неугасением И тогда праведники, пшеницы, воссияют в царстве Отца Небесного Об этом говорится в 12 главе 7 главе пророка Даниила И многие, то есть все, слово многие И спящих во прахе воскреснуть Одни для жизни вечны, другие на вечное поругание и посрамление Об этом говорит Христос, что воскресение будет общее И вдруг первое воскресение И это понятие о воскресении первом породило массу сект Просто на одном стихе Что мы воскреснем, праведники Продлится тысячи лет Они воскреснут, прямо говорится, на тысячи лет И дальше какие-то еще события Это учение было тысячелетним царством Назвахилиазом Им были увлечены многие И при том мужи веры Которые признаны святыми Отчего-то они раскаивались И вот узнать, что такое первое воскресение Мы же желаем иметь участие в жизни вечной И вдруг первое воскресение И блаженный свят, имеющий участие в воскресении первым Второе воскресение будет не для этого Где оно? Что означает? Мы сначала должны узнать, от чего оно воскресает А воскресает от смерти Господь сказал еще в раю В день, в который вкусите от запретного плода Дерево познания добра и зла В этот день, в тот день смерти умрешь Адам с Евой вкусили и остались живы Они не умерли Но если сказано, что умрут Значит умерли только смерти, никто не заметил Задрожало все во вселенной Смерть вошла во все клетки Как считается в человеческом организме 320 миллиардов клеток Все до единой завопили Все в мире стало смертным И вся тварь в совокупности Стена и тенущицы, животные, рыбы, птицы Все стонет, насекомые Из-за того, что случилась такая трагедия В третьей книге Ездры Ездры говорит О, Адам, что ты сделал? Не ты один умер, и мы умираем И смерть породила женщину Через нее все мы умираем И по этому восхвалению Прекрасный пол Поздравляет с каким-то мартом Нужен говорит так Тебя смертоносный сосуд Мы все ненавидим и презираем Вести со смерти Ветхий человек только так мог относиться И Иудей настоящий Постоянно, ежедневно в молитве говорит Благодарю тебя, Боже Что я не женщина, не это чудовище Из через которое все мы умираем Но мы видим, как пала Первая женщина Так она восстает во втором Ян Златоуст говорит Человечество погибло Потому что дьявол поразил ее трезубцем Трезубцем Это Дева Древо и смерть Дева Ева Ее Адам не знал В раю Древо познания добра и зла И смерть Адама В Адаме все умирают Все святые отцы И Библия нам об этом говорит Но Ян Златоуст говорит, что Бог Послал на землю Ненародного сына Который вырвал этот трезубец У дьявола И ударил его им И мы спасаемся теперь Дева, древо и смерть Дева, присно Дева Мария Древо Креста В еврейском народе были фарисеи и саддуки Саддукия это сектанты Святая Библия говорит Не борьбовляй и не убавляй У православных заповедь на заповедь Заповедь на заповедь Тут немного, там немного Из Христа забыли Нет, на рукавника Все, молиться уже Литургию не совершили Это православие наше Такое, какое оно есть На чем вы отличаетесь от саддукиев тогда? Саддукиев все абсолютно поправили Они не верят в воскресение мертвых Они не верят, что есть ангел Они не верят, что есть душа Это современное сектантство Адвентистов седьмого дня Они не верят, что у человека душа А что лучше? Плохо то и другое Но все-таки фарисеи породили Великого апостола Павла Он говорит, я фарисеет фарисеев То есть отец был фарисеем Это секта, не секта А главное направление В иудейской религии было Фарисеи дали синагогу Синагога дала знания Знание это привело к тому Что иудеи стали обращаться Мы не считаем нигде Чтобы садукеи массово обращались Их очень трудно обращать Они страшно упертые Они признают только пять книг Моисеевых Тора Это бытие, исход, левит, числа и второзакония И на основании вот этих книг Господь им доказал Когда они слепили такую притчу В каком-то месте Была такая жена, на которой женился, умер А их всех братьев И по одному брали, все умирали Да их как чумы бы боялись все Уже после второго А третий, четвертый Уже шесть мертвецов и седьмой брал Да кто она такая? Ясно, что выдумали И Господь на основании Тех книг, какие они призывали И говорит Ну вы это-то вы признаете исход? Ну признаем А вы считали, что когда Моисей Стретился с Господом И Господь ему говорит Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иахару Конечно Он не сказал, что был, но есть То есть сейчас, в данный момент Я являюсь В данный момент Если у человека было три сына И два погибли То он говорит Я отец одного сына Вот сын А тех нету Нету их Просто нет нигде И когда Господь сказал Я сегодня, сейчас, есть Это означает, что они живы И добавляет У Бога все живы Как же мы могли это посмотреть? Вы говорите Умеры нигде нету А Бог их считает живыми И фарисеи остановились Саддукеи остановились Поэтому Воскресение первое Оно есть Верующий в Сына Божий Имеет жизнь вечную А не имеющий жизни не увидит Не имеющий веры во Христа Не увидит жизни Но гнев Божий Прибывает на нем Поверить В воскресение из мертвых Очень трудно Человек разложился Ничего нет Проходят годы Некоторые сожгли Распылили Раскапывают Старое кладбище Там сплощадки делают Ничего нет Но если зерно Парши в земле не умрет Останется одно А если умрет Принесет много плода Оно воскреснет И Господь указывает Посмотрите Как воскресает деревья Весной Вот так воскресли человек Иезекиилию показано было поле Полное поле сухих костей А живут ли кости сии? Господь спрашивает Ты, Господи, знаешь Ну, знаешь Из них ничего нельзя сделать из костей И вдруг дух Божий повеял Кости зашевелились Слепились Лежат тела Еще дух дунул И восстало полчища воинства Это указание на воскресение из мертвых Тот, кто имеет воскресение от первой смерти Он жив Есть в Библии книга Евангелие от Луки Есть притча о блудном сыне Когда он возвратился Отец говорит Сын мой был мертв И ожил Пропадал и нашелся Как он мертв был, когда он гулял Проматывал имение Он мертв был, а ты мертвец Мы живем среди мертвецов Господь говорит Гробы окрашенные И никто не знает Внешне одевает И все у вас есть Это гробы ходячие И этот человек должен видеть Не синить этот мир Мы находимся на кладбище А что же делать? Воскреснуть из мертвых Послание к Ефесянам 2 главе 5 стих И нас, мертвых, по преступлениям Оживотворил Воскресил во Христе Иисусе Мертвым Мы все мертвые были И он сделал нас живыми И вложил новые песни В уста наши Первый день недели Мы называем воскресенье В других народностях Он называется День Господень Вот в немецком Зон так Зон солнце День солнца И нас упрекают в том Что мы переняли Языческое название Потому что люди Поклонялись солнцу Не верьте в это Говорят Мне пришлось однажды Беседовать с архиереем Архиепископом И он говорит Ну вот доказывает Что все-таки От язычников Мы все взяли Я говорю Да солнце-то Христос Но дальше написано Что солнцем Бог нигде не называется А мы сидим В епархиальном управлении Я говорю Называется он ладыка И где же Я говорю 83-й Псалом 12-й стих Он открыл его Да как же так А тут писатель Здесь католики И мне подарили Кардинал Подарил книгу Нахвалил он ее А когда я показал Что не так Он ее отложил Говорит Да я ей не поверил Знать Писание Это знать путь Знать свет Он есть Господь Солнце и щит Написано Солнце Осиевающее нас При нашем рождении Сияющее нам всю жизнь И при смерти Тьму мрак могилы Освещающий надеждой Воскресение из мертвых Блаженный свят Имеющий участие Воскресение первым А второе воскресение Когда зазвучит Архангельская труба У Писиаса написано И будет вставать человек По крику петуха Это как раз Архангельская труба Так названа А в каком порядке Послание к писалнике Самопостол Павел Утверждает Что сначала воскрес Мертвые Во Христе Мы оставшиеся в живых Будем вознесены В среде Не видя смерти Преобразившись Тело будет другое Подобное его телу Когда толкователь говорит И будем подобны Дальше точки стоят И говорят О, сказать страшно Подобно его телу Толкователь Дар речи теряет Давайте проникнемся этим Ты состарился Морщины Болячки Все это исчезло Ничего не будет Новое тело И все Воскреснут Так принято думать Что в возрасте Христову 30 или 33 лет И мать И прабабка Все одного возраста Ну принято так считать Я думаю Что на это Есть обоснование Во Христе Все живут Итак Когда вы услышите А вам придется Это слышать Беседы с сектантами И они будут И они будут Настаивать Что на земле Будет тысячелетнее Царство Не верьте в это И написано И будет связано Сатана на тысячу лет Это тысячелетнее Царство Мы спрашиваем А почему Христос Слово тысячи Не поминал Почему апостолы Не один Не говорят О тысячелетнем Царстве Это в действительности Время Евангельской проповеди А когда оно Начнется Тысячелетнее Не знает никто Но написано Связал Сатану На тысячу лет Нам нужно узнать Когда он Связал Сатану И в этот момент Начинается Тысячелетнее Царство Где он Связал Мы об этом Считаем 16 главе Евангелие От Матфея Как может Кто войти И расхитить Если прежде Не свяжет Сильного Он его Связал И связал Господь Наш Иисус Христос На Голгофе Поразил его Этим трезубцем Он будет Жалить тебя В пяту То что где мы По житейски Связываемся С землей А ты будешь Поражать его В голову И он Поразил его В голову Наш Господь Сильный Смелый Любящий И люди Не знающие Христа Пребывающие В смерти Не имеют Надежды На воскресение Так они же воскресны Писание говорит Не имеют Надежды на воскресение То есть воскресение Осуждение будет Но не воскресение Радости Близок Господь В послании к евреям 2 глава 14 стих Он говорит И как дети То есть мы все Дети Христовы Причастны Плоти и крови Вот это плоти Тело наше И кровь Которая течет То и Он Иисус Воспринял Он Через кого? Через Деву Марию Когда воплотился Запитая Добыть Смертью Своей Лишить силы Имеющую Державу смерти То есть Дьявола И поем Смертью смерть Попрал Где Он Связал? Где разбил? На Голгофе Вот тут и началось Тысячелетнее Царство Время Ивангельской Проподи Но уже вторая Тысяча лет Закончилась Это означает Время Длительное Мы считаем Падут Под тебя Тысячи Десять тысяч Одеснует тебя Это не означает Что одиннадцать Не падут И благословив Тысяча родов Не будет Тысяча родов Если один род Взять даже За двадцать лет И тысяча Это двадцать тысяч А сейчас прошло Семь тысяч С половиной лет Ну ясно Что не будет Этой жизни Мы подошли к концу И сегодня Завтра Начертание Зверя будет Значит Тысяча Означает Много И время Евангельской Проповеди Закончится За три с половиной Года До пришествия Христа Ровно за сорок Два месяца Когда будет Царствовать На всей землею Один тиран Один властитель Которому покорятся Все народы Из ики И племени И будет он Из иудеев Евреев Верусалиме Из колена данного Так понимают Все святые отцы И наши сектанты Сегодня к этому Склоняются И вот наступит Время тяжкое Невыносимое Но ранее Избранных Верующие Не вознесены На небо будут Они будут На земле Дни сократятся 42 месяца Вот эта блокада Всего мира Дьяволом Развязанным На короткое время Закончится Полным торжеством Господь придет И духом Уст своих Поразит его И из уст его Меч Обоюдоострый Мы начали говорить О первом воскресении Которое есть В апокалипсисе Вы для себя Твердо Поставьте Вопрос Перед самими Собой Воскрес ли я В господи Если этого не было В воскресении Все тщетно Никакое Богослужение Ни причастие Ничто не поможет Это все будет Наоборот Поставлено В укор Многие Недостойно Причищаются Потому много Многие болеют И немало Умирает Если бы Сегодня Открылись Глаза У людей Духовно И кто-то Заговорил В больнице И сказал А чего болеете Да разное А если бы Дух святой Подвигнул Сказал А вы Причищались Да Вот вы Виноваты Священники Что прищищали Недостойно Вы положили В больницу И этот голос Из под земли Раздался Недостойно Причищались Почему Написано И немало Умирает Иоанн Златоуст Говорит Лучше тело Вот это мое Отдам Сам Собакам Нежели тело Господне Недостойно Причищающимся Я сегодня Только разговаривал С человеком Который Наиспоеде Говорит Священнику Я грешен Изменяю жене Там на живой стороне Детей Он ему О каких-то Сорока Поклонных Говорит О двух Неделях Это безумие Но это Комонный Есть Нарушивший Супружескую Верность От 7 до 12 Лет Правила Василия Великого Собора Кто же Дал право Коверкать Иоанн Златоуз Говорит так Если священник Недостойно Причищающийся Допускает Гибнет и он И того Кого Причищает Поэтому Ты должен Здесь быть И психологом И великим Следователем Докопайся До самой глубины Если он Кается Докажи ему Не проходить Твою улицу И говорит Не звонить Не отвечать На звонки Перемей номер И больше Не приближайся К этой язве Это смерть Черная смерть Это яма Из которой Выдраться Не удастся Это может Сделать только Христос Подать Пронзенную руку Чтобы ты Имея воскресение Первое Жил для Бога Мы не свои Себе Не принадлежим И нужно Мысли Поступки Движения Все ставить Под контроль Если сегодня Господь Меня отзовет Что я ему Покажу Мертвецом Предстану Или живым Живой От живого Живые дела Если родился Ребенок Какие признаки Рожденного Плачет Это первое Просит Есть Второе И дальше Мы наблюдаем Его рост Открываются глаза Начинает Кого-то узнавать Отца Мать Точно так Как и духовно Он просит Духовной пищи Не сказки Не то что Кто-то сказал А что Сказал отец И что Говорит мать Отец Бог Мать Церковь И видно Как он Духовно Возрастает Лично Я каждый День Благодарю Бога За тех Людей Которые Трудились Над возрастанием Моей души Где я Обратился За молитву Матери Которая Вырвала Меня Из этого Греховного Мира И Бог Дал мне Святую Библию В руки Вы всегда Памяти Божьей Простите Господи Как бы не забыть Кто был Тем Кто протянул Мне руку Я Рассказываю Сегодняшние Встречи С этим Человеком Да что Ж он Священник Обманул Меня Он жестоко Посмеялся Над тобой Вернись Назад Найди Истинного Пастыря Святые Отцы Говорят И найди Такого Наставника Строже Которого Нет Во Вселенной И поэтому Упрекает священника Когда накладывают Эпидемию Это не только Неразумно А гибельно Если у вас Есть это Накладывают Эпидемию По канонам То это Истинный Пастырь Говорят Ну если Священник Сегодня Отлучит За блуд Тогда Что Женщина Сделала Аборт Поклоны Какие поклоны Тебе Второе Правило Василия Великого Отлучают На 10 лет 10 лет Стоять там Разбей на 4 ступени Первая ступень Два с половиной года В храм вообще не захотите Дождь Снег Твои Я грешный Поэтому я говорю Об этом Как о самом себе Но меня Бог провел Спас от этого И поэтому Чтобы иметь Участие В воскресении Первым Нужно Узнать Что ты мертвый Вас жаждать Да я мертвец Когда Господь Говорил фарисеям Как они обижаются Вы гробы окрашены Каково было им Когда они перед народом Красовались Искали лучшего места Приветствия Отец Учитель И вдруг Никого нету Одно кладбище И Господь назвал Все своими словами Если зашел бы он Сегодня в храме Увидел бы он верующих Или не увидел Или спросил бы Как апостол Павел А какой веры Это люди Зачем мы сюда пришли Мы пришли Получить воскресение Из мертвых И жить достойно Воскресшего человека Почему Вся наша вера В конечном счете В двух словах Христос воскрес Если он воскрес Павел говорит То и нас воскреси Если кто не верит Что Христос воскрес То мы еще Во грехах находимся Держите самые главные мысли Иисус Христос воскрес Все забудешь Этого не забывай Будут тебя другие мучают Попадешь в плен Люди которые За веру во Христа Голову отрезают А ты прошучи И он воскрес Это мой спаситель Я желаю Я желаю Чтобы вы в него поверили Признали его Могущим Победить смерть И вас Дивный Господь Он напоминает нам Еженедельно В других народах Просто говорится День солнца День Господень А у нас называется Воскресенье И даже При режиме Тоталитарном Советском Этот день Пытались они задушить Пятидневкой Ничего не получилось у них Каждую неделю Торжественно В красном В любом календаре советском Было написано Воскресенье Корень воскрес И он в суффиксе И окончание Я им Коммунистам Доказывал тогда Вы же проповедуете Воскресенье Но почему не заменят До 1936 года Писали всегда От Рождества Христова До смерти Крупской А дальше стали писать Новая эра Новая эра Ну новая эра Что изменила Это новая эра воскресших Которые уверовали во Христа Только слово Христос Не поминается Но мы то знаем Что такое новое Старое умерло Новое воскресло Благословен Господь Напоминающий нам сегодня Чудное свое воскресенье В этом дне 1 июня 2014 года Ему слава во веки Веков Аминь Аминь Спасибо Господи Мы уезжаем Просим всех помолиться Чтобы завтра у нас благополучно Было принято Принято мы Посольство Беликобритании И у нас все сделано Благословен Господи Благословен Господи Аминь Аминь Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok